Дорожно-транспортные происшествия В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, формирования культуры поведения на проезжей части, защиты детей от угрозы дорожно-транспортных происшествий на территории города Магнитогорска проводится профилактическая акция «Осенние каникулы». Группу риска создавляют дети в возрасте от 9 до 14 лет. Среди пострадавших 27 детей-пешеходов, 14 пассажиров и четверо детей, передвигавшихся на велосипедах. Помимо этого, в текущем году зарегистрировано 3 факта ДТП с участием детей, передвигавшихся на электросамокатах. Пик аварийности с участием детей приходится на период времени с 14 до 17.00. Время, когда дети возвращаются со школы, а также направляются в секции дополнительного образования. Также самыми аварийными днями являются среда и пятница. Уважаемые родители, напомните детям о правилах перехода проезжей части дороги по регулируемому или нерегулируемому пешеходному переходу. Объясните ребенку, что прежде чем выйти на проезжую часть дороги, он должен убедиться в безопасности перехода. Посмотреть сначала налево, затем направо, затем еще раз посмотреть налево и убедиться в отсутствии транспортных средств. Уважаемые родители, при переходе проезжей части дороги с маленьким ребенком крепко держите его за руку, не давая возможности вырвать свою руку из вашей руки. Тем самым вы убережете его от дорожно-транспортного происшествия. Уважаемые родители, не допускайте нахождения детей вблизи проезжей части. Организовывайте безопасный досуг ребенка. Уважаемые граждане нашего города, дорогие родители, бабушки и дедушки, позаботьтесь о себе и о своих детях. Необходимо приобретать световозвращатели в связи с тем, что в темное время суток они замечательно работают. И человек, у которого есть такие элементы на одежды, которые дополнительно установлены или вшиты, изначально были в одежду или рюкзаки, их видно на дороге. В темное время суток используйте световозвращатель. Виден – значит жив. Уважаемые родители, ваши дети находятся на каникулах и большую часть времени предоставлены сами себе. Выберите время и проведите с ними индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь вашему ребенку. Объясните, что, как правило, именно пешеходы оказываются наиболее уязвимы на дороге. Поэтому ребенку нужно объяснить, почему нельзя использовать мобильный телефон, слушать музыку в наушниках при переходе проезжей части. Приобретайте детям одежду ярких, контрастных цветов, чтобы выделить ребенка в пешеходном потоке. Предпочтение отдавайте аксессуарам с световозвращающими элементами, которые можно приобрести в магазинах канцелярских товаров. Госавтоинспекция напоминает, ребенок является самым незащищенным участником дорожного движения. И во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге можем обеспечить в первую очередь мы, взрослые, родители, учителя, воспитатели, прохожие и, главным образом, водители транспортных средств. Зачастую факты дорожно-транспортных происшествий попадают в камеры видеорегистраторов автомобилей, а также в камеры наружного наблюдения. Два факта дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей зафиксировали камеры видеорегистраторов. Нередко в процессе игры дети не могут правильно ориентироваться в дорожной обстановке, они теряют контроль над дорожной ситуацией. Одно из таких дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано в межквартальном проезде. Водитель, управляя автомобилем Mazda CX-5, совершила наезд на ребенка, который выбежал на проезжую часть за мечом. Ребенок находился на прогулке вместе с мамой, которая не проконтролировала поведение своего сына. И на ее глазах на ребенка был совершен наезд автомобилем. Еще одно дорожно-транспортное происшествие зафиксировано камерой видеорегистратора, расположенного во встречно следующем автомобиле. Группа детей в составе трех человек решили перебежать проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате на одного из них был совершен наезд автомобилем. Девятилетнему мальчику причинены телесные повреждения, ребенок госпитализирован.